итак всем привет уважаемые зрители моего канала как вы видите сегодняшнее свое видео я записываю совершенно другой маски маска джокера или как там она правильно называется я не в курсах об этом значит что я вам хочу рассказать сейчас я вам хочу рассказать о своих доходах которые я получаю в жизни значит то что я опишу на своем youtube канале что я дизайнер шрифтов лад випперов это как бы недалеко от истины я на самом деле действительно был дизайнером шрифтов в промежутке времени между 2009 по 2014 по 2015 год вот за эти 6 5-6 лет я где-то 20-25 шрифтов сам сделал за это время ну как я их делал делая их по разному но в основном я их делал в корил драйве это векторный редактор корил драйв который позволяет векторную графику разную делать значит делал я эти шрифты векторном редакторе корил драйв там они очень быстро делались но относительно быстро на один шрифт иногда уходило два-три месяца и вот за пять лет я наклепал 22 где-то до ориентировочно 25 разных шрифтов выкладывал их на сайт дофонд до сих пор они там есть на этом сайте дофонд если кому интересно можете посмотреть дизайнер шрифтов лад випперов сайта фонд где шрифты выложены от многих дизайнеров шрифтов вот значит там можете посмотреть мои шрифты на сайте дофонд так и еще я вам хочу сказать шрифты эти на самом деле приносят очень маленький доход очень мизерный доход они приносят на самом деле я вот со всех этих шрифтов единственная продал редакции детской книжной редакции полиандрия совершает за 900 рублей вот это была самая крупная сделка они потом с этим шрифтом мы несколько книжек издали в том числе книжку волшебный слон или сказочный слон путешествие в африке если кому интересно можете почитать эту книжку в интернете или где вы там ее найдете или реально найдете и и бумажном варианте вот там написано что шрифты и репив моноск по моему сделано использовавший 3 пив моноск и предоставлен он от дизайнера шрифту влада випперов вот это мое участие в этой книжке и вот это был мой самый единственный большой доход 900 рублей за один шрифт больше у меня никто эти шрифты не покупал деньги мне не платил единственное я торговал шрифтами на этом на маркетплейсе то есть на магазине шрифтов креатив фабрика . ком можете зайти туда там есть тоже влад виперов мой аккаунт можете посмотреть там где-то 20 моих шрифтов продаются если хотите можете приобрести себе этот шрифт для коммерческого использования для некоммерческого использования все мои шрифты бесплатные они платные только для коммерческого использования то есть для печати разных книг разных журналов разных буклетов надо это подразумевается что это коммерческое использование надо платить автору за коммерческое использование и он значит на креативфабрика.ру я где-то ориентировочно но может быть долларов 50 может быть долларов 100 вывел ну стоит вряд ли долларов 50 я увел потому что где-то доход был где-то за полгода 10 долларов вот считайте за три года ну 50 60 долларов вывел я с этого сайта креативфабрика.ру сейчас у меня там почти 8 долларов скопилось но выводить их нужно только на paypal а как вы знаете paypal в россии прикрыли так что я буду ждать пока опять откроют paypal и тогда только буду выводить через paypal может быть это будет через два три года может быть вообще никогда может быть больше не не откроют у нас paypal в нашей стране тогда мои деньги сайта креативфабрика.ру вернее . ком зависнут окончательно так ну вот я вам сказал какой у меня доход был от шрифтов то есть доход мизерные 900 рублей и 60 долларов то есть это даже меньше 10 тысяч рублей суммарный доход был от шрифтов так что это как бы я да на самом деле я дизайнер шрифтов на никакого дохода от дизайна шрифтов я по факту не имел это я вам открыл свою главную тайну что дизайнер шрифтов но от шрифтов шрифтами я не зарабатываю на самом деле реальный источник дохода у меня совершенно другой я его вам не буду раскрывать свой источник дохода потому что не хочу светить своими доходами не хочу вот единственное вот такие вот доходы с youtube я могу сказать с youtube я где-то ориентировочно 300 долларов за 11 лет или за 12 с 2011 года до 11 лет значит где-то 300 долларов заработал с сайта до фонд вернее с сайта креативфабрика . ком где я шрифты свои продавал где-то 60 долларов он 360 долларов мой доход зарубежных сайтов с youtube из креативфабрика . ком вот ну конечно дизайнером шрифтов меня можно назвать все-таки 20 шрифтов или 22 25 шрифтов это не хухры мухры это я действительно кратил над ними 6 лет или 5 лет то есть очень долго я их делал очень много труда потратил на них и действительно меня можно называть дизайнером шрифтов но никакого особого дохода мне это не принесло как я вам уже объяснил на этом я свое дневное видео заканчиваю посиделки с ладом виттером опять не захотел я делать дикфейк мне по 6 часов надоедает эти дипфейки делать потому что сейчас видеокарта слабая а дипфейки можно делать быстро только с мощной видеокарты rtx nvidia rtx а если видеокарта слабая то дипфейки соответственно очень медленно делаются на gtx 760 и дипфейки по 6 часов делаются 10 минутное видео дипфейковое 6 часов надо рендерить и делать поэтому я вот записывал вот в это вот маски джокера клоуна улыбающегося и на этом я свое видео завершаю ставьте ваш королевский лайк подписывайтесь на мой канал всем счастливого всем гудбай до новых встреч на моем канале пока 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 пока